Тест-драйв нового поколения Калины Машину показали в прошлом году на автосалоне И она сразу же вызвала ажиотаж Несмотря на выход бюджетной Гранты Покупатели изголодались по новой версии Городского хэтчбэка Совсем другой передок, оптика, задняя часть Дизайнеры постарались уйти От бьёдизайна и отчасти им это удалось Хотя решение оставить старые двери А соответственно крышу и остекление Не позволило придать Калине совсем новые Кстати, остроте в формах Калина обязана в том числе унификации с Грантой Капоты крылья у них одинаковы Жаль только, что прожекторные фары Так эффектно смотревшиеся на выстрочном экземпляре До серийного производства так и не добрались С точки зрения изменений Калину 2 можно рассматривать либо как Глубокий рестайлинг, либо как абсолютно Новый модель Наверное, если подходить с западным подходом То это скорее все-таки глубокий рестайлинг Многие запчасти остались такими же И платформа тоже не изменилась Если составить перечень изменений То наберется несколько десятков страниц текста Напечатанного мягким шрифтом В первую очередь добавился новый двигатель 16 клапан на 1.6 Выдающий 106 лошадиных сил Он станет самым мощным в гамме моторов Которые предлагаются для Калины 2 Главной особенностью мотора С облегченной шатунной поршневой группы Стало улучшение эластичности Чего так не хватало старым двигателям Особенно на низких и средних оборотах Чтобы улучшить его характеристики Инженеры использовали так называемый пассивный наддув За счет сложной конструкции впускного тракта Мощность и крутящий момент немножко увеличились Обещают, что мотор будет и надежней Печально известную своими воздушными пробками Систему охлаждения Заменили на американскую Сейчас у меня есть возможность попробовать машину На скорости 140, 160 и даже 180 км в час Потому что мы находимся на полигоне автоваза При этом машина ведет себя уверенно То есть в гражданских скоростях 110 на автостраде или 90 за городом Машина будет еще лучше себя чувствовать Разгон достаточно уверенный Немножко шелестят клапана Но в целом неплохо Есть небольшая вибрация на скорости Тоже 140 км в час Машина ездит легко Еще одним глобальным изменением можно назвать новую подвеску Она заимствована от лады Грант И надо сказать, за то время, пока Гранта продается Она хорошо себя зарекомендовала На практике это означает, что машина стала гораздо стабильнее и комфортнее Особенно на большой скорости Третьим глобальным изменением стала коробка передачи История, которая тянется уже несколько лет И каждый раз в ней есть постоянные нарекания Речь идет про механику, которую снабдили тросовым приводом Тем самым устранили вибрации на рычаге И сделали переключения более плавными А вход рычага более точным Здесь не обошлось без помощи варягов Механизм разрабатывали немцы Ориентировались они на точность и движение рычага Как на пятом гойке Жаль, что коробка при этом осталась пятиступенчатой Шестую передачу на автовазе так и не освоили Хотя передаточное чисто подобрано неплохо В скорости 100 км в час 2,5 тысячи оборотов Поэтому звук мотора на трассе не мешает А вот сумма изоляции И в первую очередь аэродинамического шума Средненько Ветер попадает через окна Очевидно, он сильно задерживается на боковых зеркалах Продолжена работа и над искоренением скрипов в салоне Количество деталей Центральной консоли, задней полки, боковых панелей Еще раз уничтожено В принципе, на неровностях Кое-какие звуки посторонние я все-таки услышал Комфорт в салоне был одним из главных приоритетов Разработки новой Калины Поэтому инженеры работали сразу по нескольким фронтам В салоне изменения как функциональные, так и косметические Совершена новая центральная консоль Разные вариации мультимедия Новая печка Это особенно важно для владельцев старой Калины И система безопасности По жизненному пространству изменений нет Калина все так же просторна Быть может, за исключением центральной части торпеды Блок мультимедии климат-контроля Немного сместился вниз Огромное удивление вызвало у меня мультимедия Которые здесь выходят на абсолютно новый уровень Речь идет о топовой версии Эта комплектация называется люкс Система, построенная на базе Windows CE, работает весьма шустро Кроме того, помимо прослушивания музыки или радио Можно подключить телефон или флешку И смотреть видео, и даже фотографии Правда, особо сильно обольщаться не стоит Не каждое видео, далеко не каждое видео запустится на этой магнитоле Ну и, собственно, далеко не каждые фотографии будут доступны для просмотра Вот, к примеру, наши будущие тест-драки Интерфейс неплохо выглядит, хотя есть и странные вещи Нельзя выключить магнитолу, если находишься не в первом экране Или совсем нет поддержки внешних компатри-плееров И айфон, и айпод Впрочем, это уже мелочи В целом, ощущения неожиданно приятные С точки зрения вибронагруженности Как раз то, что особенно расстраивало владельцев первого поколения автомобилей Здесь тоже есть успехи Руль полностью освободился от паразитных вибраций Так же, как рычаг КПП Единственным слабым звеном остались педали Ну, особенно педаль газа Сам двигатель при этом стоит на новых подушках По кузову вибрации больше нет АБС и Брейк Ассистем оснащаются все калины Начиная с комплектации нормы А вот система стабилизации пока недоступна Обещают в течение года Причем самую последнюю версию Bosch 9.0 Ну, а теперь обещанные ответы на вопрос Вопрос номер один Новая коробка Ушла ли вибрация на рычаге? Да, за счет тросикового механизма Этой проблемы больше нет Вопрос номер два Как ведет себя подвеска? Она во многом унифицирована с Грантой Стала жестче и теперь лучше держит дорогу Вопрос номер три Что с шумоизоляцией? К сожалению, чуда не произошло После сотни задувает ветер А на универсале дело усугубляется еще и рейлингами Вопрос номер четыре Зачем новый мотор перешагнул рубеж в сто сил? Так вы же сами просили помощнее Вот вам и сделали А кто хочет сэкономить, возьмет более простой вариант Вопрос номер пять Встретятся ли клапаны с поршнями в случае обрыва ремья ГРМ? К сожалению, да Причем на всех трех моторах Вопрос номер шесть Будет ли доступен выставочный оранжевый цвет? Да, он называется магма Как вещество в центре земли Вопрос номер семь Трещат ли ограничители дверей? К сожалению, да Вопрос номер восемь Отличается мультимедиа от Гранты? Да, это абсолютно новая магнитола С навигацией и сенсорным дисплеем Вопрос номер девять Горозильная стойкость Осталась такой же В автовазе заявляют, что она достаточно И дают гарантию шесть лет Ну и, наконец, десятый вопрос Качество пластика в салоне Выглядит он стал лучше и богаче Но он на ощупь такой же дубовый Так что же представляет собой Калина 2? Работа над ошибками Или новое поколение? Наверное, это тот редкий случай Когда каждый должен ответить на этот вопрос Для себя самостоятельно Новая Калина рассчитана на самую широкую аудиторию В том числе с низким достатком Мужчины и женщины от 18 до 60 В общем, все Мы почитали, во сколько обойдется первый год владения Новой Лады Калиной И вот что получилось Все обязательные расходы по лесу КАСКО и ОСАГО Транспортный налог и техническое обслуживание Мы сложили с потерей стоимости машины за год И расходом топлива за этот период Итого 223 534 рубля Таким образом, один километр пути стоит 8 рублей 94 копеек А это значит, что поездка на работу Обойдется владельцу в 224 рубля Как комплект пальчиковых батареек Но не щелочных, а хороших, длительных